Здравствуйте! Здравствуйте! Смотрим, когда начинается прием, будет установлена и дата, и время начала приема. В этом году у нас обучается 22 600 детей чуть-чуть побольше, а на следующий год мы ожидаем 23 тысячи с половиной. Вообще, как происходит вот эта запись, самая главная, да, то есть по-прежнему ли сохраняется, будет живая очередь, электронная, как это система будет сейчас? По-прежнему заявление можно подать двумя способами, можно подать его лично, обращаясь в образовательную организацию, можно подать его через региональный портал госуслуг, услуги.удмур.ру. По опыту прошлых лет, а с чем сталкивались, с какими проблемами, с чем это было связано в основном? В прошлом году была проблема в том, что родители, пытаясь подать заявление на портал, подавали его не только от себя, но и задействовали всех своих знакомых. Это очень сильно усложнило работу портала и усложнило работу школ по быстроте обработки этой информации. В частности, мы знаем, что на одного ребенка было подано 80 заявлений. Естественно, это очень удлинило процесс сам ожидания родителей, в том числе понимания, попал ребенок в школу или не попал. Вот чтобы уйти от этого, от этой ситуации в этом году, портал был очень серьезно доработан. Очень большие работы были проведены. Буквально мы там начали эту работу, наверное, как только закончилась приемная кампания прошлого года, мы тут же начали эту работу. На этот год портал был доработан. Подробнее, Александр Валерьевич, какие изменения основные произошли? Основные изменения у нас произошли как в части внутренних доработок, которые не видны обычному пользователю, так и в части самого электронного сервиса, который виден пользователю и которым он может воспользоваться для получения услуги. В части подачи, собственно, самого заявления появились три принципиальных отличия, которых не было в прошлой реализации. Во-первых, мы организовали четкий график с четким расписанием, когда каждому лицее у нас установлен час Х, в который открываются записи. То есть до момента этого часа подать заявление просто физически невозможно. Кнопка «Получить услугу» будет недоступна. Она подоступна именно в тот момент, который определен расписанием, который, соответственно, мы вас приглашаем всех тоже заранее по своим учебным заведениям узнать. Второе, это для того, чтобы избежать той ситуации, которая у нас возникла с массовой подачей, мы ограничили возможность подавать заявление для того, чтобы создать равные условия для граждан, тех, которые подают одно заявление в свой ребенок, и тех, кто подают массово, пытаясь каким-то образом выиграть для себя лучшие условия. То есть на сегодняшний день мы технически ограничили возможность подать ровно одно заявление в один день. Поэтому мы ставим тем самым всех в одинаковые условия, что мы обеспечим равенство в данном случае гражданам. И с точки зрения удобства мы также еще ввели так называемый счетчик, когда прямо обновив страничку, можно увидеть, сколько заявлений было подано уже в данную школу за сегодняшний день, вот прямо в режиме прямого онлайн-обновления в электронном виде. То есть понятно, что мы в данном случае имеем две очереди разных. Одна очередь у нас — это очередь в бумажных заявлениях, которые школа ведет через бумажный журнал. Вторая очередь — это электронные заявления, которые у нас формируются через заявления, поданные в электронном виде через портал. При этом у школы есть 7 дней, когда они должны свести по времени эти поданные заявления и определить, собственно, тех ребят, которые к ним попадут. При этом надо понимать, что есть разные категории, то есть есть категории льготные, есть категории обычные, которые не пользуются правом первоочередного поступления. В прошлом году у нас тайную информацию невозможно было отразить в форме подачи. В этом году мы добавили в форму подачи заявления именно указание о категории льготности. То есть ты можешь, если ты являешься льготником, указать именно конкретно, к какой категории ты относишься. В частности, в этом году у нас был перенят новый дополнительный закон буквально на днях, который позволяет братьям и сестрам, обучающихся в данном учебном заведении, также обучаться в данном учебном заведении. То есть у нас эта возможность также уже отражена на портале в рамках подачи заявлений. Вы можете указать в том числе эту категорию. Но вот эти все изменения существенно ли снимут то напряжение, которое происходит каждый год, особенно касаясь лицеев тех же самых? Ну ведь это тоже Адаш создают сами родители. То есть не нужно создавать вот эту ненужную панику. Все равно дети будут зачислены в образовательной организации. Призываем всех попробовать эту возможность подавать заявление на портале, для того, чтобы не стоять в живую очередь. Ну вот Александр Валерьевич не сказал. 18 декабря проводится еще одно, не назовем это пробным тестированием, то есть еще одна возможность попробовать, как работает портал. То есть 18 декабря, 18.00, любой родитель будущего первоклассника может подать заявление желательно в ту школу, в которой он претендует. То есть родитель сможет еще раз пройти весь этот путь, понять, сколько времени это занимает, подготовка вот этого заявления. Он сможет понять, насколько долго у него, насколько актуализирована запись у него на портале. То есть все вот это попробовать, сколько это времени занимает, до того, как можно будет нажать кнопочку «Отправить заявление». Самое главное — получить обратную связь в личный кабинет, что ваше заявление принято. То есть получить полностью всю цепочку от подачи до реализации уже выдумленной. Эта репетиция нужна скорее родителям или все-таки вам, как организаторам? Как организаторам нам эта репетиция нужна, наверное, больше для школ, потому что они тоже сейчас столкнулись с новым для себя в некоторых частях функционалом. Нам, как специалистам технической стороны, я бы сказал, что, наверное, не столько это нужно, потому что мы прогнали уже порядка больше 20 миллионов в ходе тестирования этих заявлений, и мы в технической стороне надежности работы портала уверены. Вот мы в данном случае ориентированы на то, чтобы клиентская сторона была максимально удобна, и еще раз просим тех, кто будет тестировать, если какие-то замечания, продолжения есть, высказывайте, мы будем работать над дальнейшим совершенствованием данной возможности. То есть если у человека появятся какие-то вопросы, он куда может обратиться? В момент, собственно, самой компании мы планируем, чтобы отработать горячие линии на 8800, по которым можно позвонить и задать вопросы. Она у нас должна включиться с 1 января. Вот когда репетиция пройдет, да? В момент тестирования, там прямо на сайте будет указан телефон, по которому можно позвонить, там будет возможность задать вопросы, если есть какие-то сложности с подачей заявления. Не боитесь все-таки так называемых хакеров, да? То есть система, насколько она надежна? Уже можете ли об этом говорить сейчас? Мы не боимся хакеров. Мы приветствуем любые попытки проверить нашу надежность. И я думаю, что в этой части у нас есть достаточно компетенции для того, чтобы мы все-таки гарантировали справедливость при подаче данных заявлений. Насколько я помню, в прошлом году еще при подаче заявления нужно было подавать сканы документов дополнительных. Нужно ли в этом году так? Это была дополнительная нагрузка, которая требовала от родителей совершения определенных дополнительных действий, которые, в принципе, законом необязательны. Поэтому для того, чтобы упростить, собственно, для гражданина подачу заявления, эти шаги из порядка подачи заявлений убраны, процедура не предусматривает прикрепление сканов документов. В перспективе мы ожидаем, что будет принят закон об электронных документах, который поравняет электронные документы с бумажными. В этом случае мы сможем продвинуться дальше в процессе автоматизации данной услуги таким образом, чтобы гражданину не пришлось вообще приходить в школу. Потому что сегодня то, что мы делаем, мы делаем только подачу заявления. Это означает, что ваше заявление после того, как его школа примет, она посмотрит, она все равно вас пригласит для того, чтобы вы перенесли оригиналы документов. То есть в любом случае в школу прийти нужно будет, нужно будет перенести документы, и электронная подача, она в данном случае просто вам позволяет занять место в очереди. А в перспективе, я думаю, что до 2024 года в рамках программы «Цифровая экономика» будет переработано значительное количество государственных услуг, включая эту, таким образом, чтобы еще существенно упростить, собственно, саму процедуру. — Лена Юрьевна, наверное, стоит напомнить, сама система записи, она сохраняет территориальный принцип, или те, кто все-таки надеются, что ребенок будет зачислен в лицей, как им быть, какой порядок действий нужно сделать? — Территориальный принцип сохраняется. Администрации муниципальных образований ежегодно издают такой приказ, в котором будет написано, за какой конкретной территорией закреплена каждая образовательная организация. У нас нет лицеев, которые не закреплены ни за чем. Если мы говорим о лицея города Ижевска, за ними закреплена, ну, за частью определенного списка, закреплена территория муниципального образования города Ижевска, то есть родители, проживающие территориально в Завьяловском районе, имеющие прописку Завьяловского района, подать в лицей города Ижевска заявление не сможет. То есть будут подавать заявление только родители, проживающие территориально в городе Ижевске. Всем родителям будущих первоклассников, которые претендуют на то, чтобы ребенок обучался в лицее, всегда советуем подавать заявление в школу по месту жительства, чтобы не получилось так, что и уже и в лицей вы не попали пока, во всяком случае, по каким-то причинам, и в общеобразовательной школе тоже закончились места. Чтобы потом не решать эту проблему, всем советуем подать заявление в школу по месту жительства. Если так получится, что ребенок попадет в две школы одновременно, потом от одной школы можно будет отказаться. Когда, собственно говоря, родители узнают уже итоговые результаты зачисления, через какой срок это уже будет понятно? Семь рабочих дней в соответствии с законодательством будет выдана информация. Эти списки вывешиваются на информационных стендах в образовательной организации. То есть родители могут подойти и узнать. Какие последние действия осталось? Ну, буквально месяц с небольшим до старта записи. Какие действия должны родители будущих первоклассников сейчас вот уже сделать? Родители, во-первых, должны разобраться, в какой лицей они претендуют. То есть раз система в этом году поменялась, и родители не сможет подавать в несколько лицеев одновременно, то есть нужно определиться, куда есть склонность у ребенка. Дальше, когда вы определитесь со школой, нужно перестать паниковать, нужно выбрать, какой вариант подачи заявлений родители выбирают, и по этому пути идти. То есть ребенок без места не останется в любом случае. Далее, когда уже определитесь со школой, родителям нужно понять, что безопасность ребенка превыше всего, и нужно ей не единожды пройти по тому пути, который будет ребенок преодолевать ежедневно вперед в школу и назад из школы, для того, чтобы быть уверенным, что все у него хорошо и спокойно. Нужно понимать, что ребенок готов к школе, что у него есть определенные навыки и самостоятельности, и познавательной активности, и умение слушать взрослого и выполнять его какие-то определенные поручения, и умение работать в коллективе и взаимодействовать со взрослым. То есть вот эти те навыки, которые нужно отрабатывать буквально в последний год, для того, чтобы ребенок максимально спокойно вошел в учебный процесс. Ну и, конечно, нужно поддерживать его. Для ребенка этот путь тоже непростой. Точно так же, как взрослый, меняя работу, переживая, точно так же для ребенка наступает новый этап жизни. И нужно понимать, что ему тоже очень тяжело, и задача родителей максимально поддержать в этот момент. Все получится. Спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Надеюсь, очередей нынче будет меньше. Это было «Экспертное мнение». Всего доброго. До свидания.